Туризм в Тверской области одна из ключевых и самых перспективных отраслей экономики. Он подразделяется на деловой, экологический, культурно-познавательный отдых выходного дня. В последние годы набирают популярность экстремальные виды отдыха на воде и парусный спорт. И для этого в наших краях есть все условия. Не случайно в прошлом году Тверскую область посетила почти 2,5 миллиона путешественников. Самыми популярными районами отдыха стали Конаковский, Киморский и, конечно, Осташковский. Итоги туристического сезона подвели на очередном заседании регионального правительства. Подробности у Натальи Чекет. Несмотря на все еще пасмурную погоду, остается не так много времени до начала летнего туристического сезона. Традиционно это время считается порой отпусков. А в сложившихся международных условиях, когда многие зарубежные страны проявляют недружественное отношение к России, многие путешественники выбирают отдых внутри страны, в том числе и Верхневолжье. Тверская область – одна из самых больших областей по протяженности в европейской части России. В Верхневолжье – это край лесов, рек и озер. За прошедшие пять лет Тверскую область посетила 7,7 миллиона туристов. А в следующем году также планируется увеличение туристического потока. Для размещения путешественников в Тверской области действует более 270 отелей. Выступая с докладом об итогах туристического сезона, министр экономического развития Тверской области Иван Егоров отметил, что сейчас путешественники проявляют большой интерес к малым городам. В регионе развивается водный туризм с помощью кластера «Волжское море», который объединяет Тверь, Калязин, Весьегонск и Завидово. Правительство РФ выделило деньги на строительство здания речного порта в Конаково, в акватории, которая была построена в прошлом году. И в текущем году уже планируется в третьем квартале судозаходы, уже эта линия будет начинать работать уже в общероссийской навигации. Одно из значимых направлений туризма – развитие инфраструктуры. В первую очередь, ремонт и строительство дорог. В прошлом году приведено в порядок 350 километров туристических направлений. Установлено более 450 знаков, указывающих на достопримечательности. С 2023 года начнутся работы по развитию исторического центра Торжка. Преображение ожидает и торопец. В 2024 году в честь 250-летия города планируется благоустроить и отреставрировать архитектуру самого древнего города Верхней Волжи. Также оказывается поддержка предпринимателям в туристической отрасли. Достаточно серьезные средства под 1,5% годовых. Это порядка 300 миллионов рублей выделено на малый бизнес. Это организация кемпингов, новых мест общественного питания. Это поддержка развития малого бизнеса при оказании услуг. В прошлом году Тверская область стала участником межрегионального проекта «Большое золотое кольцо». Статус национального туристического маршрута присвоен проектом «Государева дорога» в Тверскую область по велению души. Специалисты из сферы туриндустрии возлагают большие надежды на рост турпотоков в наш край. И с удовольствием отмечают, что для этого есть объективные предпосылки. Продолжение следует...